Здравствуйте, Шаботофа Гутуоха, у нас 66-й урок Мишли, и мы в прошлый раз закончили на 9-й главе, 7-м пасуке. Начинаем с 7-го пасука. Я прочитаю где-нибудь 5-6 пасуким, и потом будем разбираться. Вначале по-русски. Один момент. Поучающий кощунствующего принимает на себя бесславие, обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунствующего, я по-русски читаю, ибо он возненавидит тебя, обличай мудрого, он тебя возлюбит. Преподай мудрому, и он станет еще мудрее, вразумляй праведного, и он приумножит свои знания. Начало мудрости, страх перед Всевышними, знания святого разумения. Ибо со мной умножатся дни твои, и прибавятся тебе лета жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, а если кончилствуешь, то ты один пострадаешь. Я думаю, что пока нам хватит этих нескольких суток, давайте разбирать, как их объясняют комментаторы Мальбим и Гаон Мивиль. Есер Лейц локех локалон. Человек, который упрекает, говорит мусар Лейцу, насмешнику, он берет для себя проклятие. Мухех ла Раша, а тот, который проклинает Раша, нечестивцы это, приходят к Муму. Мальбим объясняет разницу между Лейц и Раша. И сейчас я не помню, в этом ли предложении, или в прошлом предложении, в прошлых предложениях он это объясняет. Поэтому посмотрим, как он объясняет здесь. Он объясняет, что когда народ Хохма, так он называет Маширабейну, Ароны и пророков, и мудрецов, которые обращаются с упреками и с предостережениями, и со словами Торы к народу, они обращаются только к Петти и Хасер Лев, к тому, у кого не хватает сердца, недостаток силы его сердца и недостаток силы его разума. Но не к Лейцаним и не к Рашаим, не к Нечестивцам и не к Лейцим. Потому что Лейцим и Рашаим нет смысла к ним обращаться, поскольку они не услышат того, как зовёт мудрость. Потому что Юсар Лейц лакех лакалон, человек, который упрекает Лейца, он берёт на себя проклятие. Есть разница между Мусаром и Тахахой. Рамбом это пишет, Мальбим это пишет очень много раз, что есть разница между Мусаром и Тахахой. Мусар – посредством боязни, страха какого-то перед наказанием, а Тахаха – посредством викуаха разума и доказательств, которые имеются в разуме. Лейц, он не будет спорить, он не будет насмехаться над доказательствами, которые приводят разум, над тем, что ему понятно. Только он будет насмехаться над законами мудрости, поскольку нет у них никаких чудес, которые происходят до Аты. То есть, что имеется в виду? Что он, Лейц, то, что он постигает разумом, он готов принять, поэтому такой веков с ним, спор с ним возможен. Но то, что он не может понять своим разумом, то, что ему надо принять от кого-то, испугаться наказания и так далее, то это Лейц не принимает. А главное, на чём держится мусар Всевышнего, это хохма, то есть то, что принято от учителя к ученику, и тот мусар, который нам передаётся от учителей, а не то, что мы постигаем своим разумом. Потому что разумом не всегда возможно понять, почему за какую-то конкретную веру положено то или иное наказание. Почему за нарушение шабата положено наказание скиллы или карета, что такое карета и так далее, это разумом, анализом, который человек может сделать, раёт доказательств, этому никаких нету. И поэтому он отказывается это принять. Что нужно это получить от того, как это дано от Всевышнего, и нужно бояться Всевышнего и его наказания. И это написано будет дальше, решит, и рад Вершем решит, да, что страх перед Всевышним – это начало понятия дата, понятия разума, знаний и так далее. В Зе логика Баля Лейц, и все эти вещи, то, что должны быть приняты, а не доказаны, Лейц не в состоянии принять и отказывается это принять, поскольку нет здесь никаких доказательств, которые могут содержаться в мозговом штурме. И это то, что написано, что человек, который даёт мусар Лейцу, именно мусар, то, что передаётся от слова «лимсор», то, что передаётся, он, если ему не докажешь эту вещь посредством доказательства мозга, разума, которые он может принять, то такой человек, который это упрекает его, он только лакехлокалон, он только берёт для себя, получает от этого только проклятие. Поскольку он будет его над ним насмехаться, Лейц, и Левазот его, и будет его пренебрегать, делать из него посмешище. Это первая часть пасука. «Мохиах раша, тахаха, здесь уже не мусар, а здесь тахаха, и уже не Лейца, а раша», объясняет Мальбим. «Амнам, однако, раша, который марши обымезет». Раша – это тот человек, который делает Аверот не из-за того, что у него недостаточно доказательств того, что он делает неправильно, или из-за того, что он не знает, или из-за того, что он не может справиться со своей Ецаргорой. «Раша» – это человек, который делает Аверот сознательно, понимая, что то, что он сейчас делает, это запрещено Торой, и всё равно это делает. Он ло-ишма гамлаты хахадасейхль. Он не будет слушать и доводов разума тоже, несмотря на то, что ему доказывают это теми райот, теми доводами разума, которые человек может принять. Тем не менее, у них и вазы. Он к ним будет относиться с безайоном, с пренебрежением. «Бэмумин шибок, тем мумин, который есть у него», потому что он называть его будет… Его поэтому назвали Рашой, я извиняюсь, я неправильно сказал. Из-за этого его называют Шломамеллах Рашой, поскольку это его мум. Поэтому этот мум, этот его изъян, который у него есть, приведёт к тому, что он даже доводы разума отказывается слушать. Таким образом, в «Фим Альбим» есть разница между Рашой и Лейцем. Рашай – это человек, который делает Аверот сознательно, осознанно, специально. Лейц – это, который делает Аверот, это тоже не самый лучший человек. Но это человек, который делает Аверот не то чтобы бессознательно, он тоже их делает сознательно, но по двум причинам. Либо из-за того, что у него не хватает силы устоять против своей Таевы, Хэмды, против своей Ецаргары, либо потому что он не понял, он не смог осознать и понять, что это Аверо, и этого нельзя делать по той или иной причине. Такой человек называется Лейцем. Мусар, который относится… Мусар и Тахаха – это две вещи. Тахаха – это от слова «веков» доказательство. Доказательство Раша не примет, Лейц примет. Но Лейц не в состоянии принять мусара. Мусар – это то, что передаётся от учителя к ученику. Это та хохма, которая даётся сверху, и которая не имеет рационального объяснения, не может быть доказана технически. Такие доказательства не может принять Лейц, Раша не может принять ни того, ни другого. Это то, что так, как объясняет этот посуд Мальбим. Дериха Гаф – две вещи, которые я здесь хотел от себя добавить, внутри комментария Мальбима. У нас есть сегодня такая система приближения евреев к Торе, которая держится на доказательствах существования Творца, доказательствах того, что Тора Минышамаем, доказательствах того, что Всевышний существует, и что Тора дана Творцом, а не кем-то другим. И строится целая система теории вероятности, с какой вероятности может появиться клетка за миллиарды, миллиардов лет, с какой вероятности может то, всё, пятое, десятое. Вещи, которые могут произвести какое-то впечатление на человека, который леется, но после того, как они произведут на него впечатление, как правило, это не заставляет этого человека соблюдать заповеди, потому что это очень серьёзно принято на семинарах, типа семинаров Арахим и так далее, семинаров внутри израильского общества, на которые большая часть людей, которые приходят, это Сфардим из Марокко, Персии и так далее. Они многократно надевают кипот на подобных семинарах, производят на них впечатление доказательства существования Всевышнего. То, что я слышал от лекторов, которые там работают, это работает примерно на две недели, через две недели они, выкинутый телевизор, который был выкинут под впечатлением лекции, который они прослушали, они меняют на более современный, поскольку без него жить не могут, и объяснение очень простое. Они готовы принять Творца и верят в существование Всевышнего. Этот векох, эти доказательства, производят на них серьёзные впечатления, но дальше происходит Тава, Хэмда, работа, которая держится на наших езергород, и совладать с ним очень тяжело, и возникает ощущение, что это можно продолжать делать какие-то авэеры, несмотря на то, что какие-то доказательства они приняли. Это ситуация, которую Мальбин называет словом лейтс, насмешник. Насмешник – это тот, которому можно доказать, но он не готов принять сверху, не готов принять это как какой-то мусар, а готов принять это через векох, через анализ стихли, который сегодня считается очень позитивным и правильным в нерелигиозном обществе, и иногда это помогает, но далеко не всегда, поскольку всё, что у нас есть, оно держится не только на дате, но держится также не только на знании, но держится на иммуне, на вере, и вера должна у нас существовать посредством того, что на основании эксперимента, знания, анализа, понимания, которые мы в состоянии понять, и базироваться научными данными, нашими наблюдениями, нашим пониманием того, что есть, после того, как мы это понимаем, мы должны идти на более высокий уровень, начинать верить в то, что это держится, на том, что понять невозможно, потому что любому здравомыслящему человеку таких мало, но существует. Вот понятно, что знания Всевышнего всегда, как бы Всевышний их не открывало нам, будут скрыты и полностью раскрыты, не могут быть. Это исключённый вариант, потому что в этом состоянии исчезнет любая свобода выбора. Поэтому доказательства истинности законов Торы быть не может, потому что это бессмысленно в том мире, в котором мы находимся, в мире авойды, поскольку как только есть стопроцентное доказательство, которое человек принимает как доказательство, и видит, что никаких шейлот нету, в этой ситуации он лишается свободы выбора, и когда человек лишается этой свободы выбора, то нет смысла в его существовании. Поэтому на основании нашего понимания мы должны идти на более высокий уровень и должна как-то базироваться на нашем понимании, наше вера во Всевышнего, и на основании этой веры мы должны понимать всё больше и больше, но какое-то количество информации всегда должно оставаться в виде хохмы и мусара. Хохма от слова «мудрость», принятие сверху от учителя к ученику, от тех народа, о которых говорит Шламу о Мелах, пророков, и это первая часть. И вторая часть «мусар» от слова «лимсор» передавать то, что передано и передаётся дальше от поколения к поколению, и без этого Тора не может существовать, и без этого не может держаться наша иммуна, наше понятие о вере. Теперь, Хагро объясняет это предложение очень коротко. Ещё раз. Предложение номер... Секунду. Я случайно открыл не то место, оно мне потом понадобится, я его заложил, и один момент. Предложение, которое звучит, «есар лейц, тот, который говорит мусар лейцу, он лакех лакалон, он берёт себе проклятие от этого насмешника, мухи ахрарашамуму, а человек, который делает тахаху, упрёк ей нечестивцу, он получает мум, то есть тот его бьёт. Говорит Гаон так, есть два вида расшоем, есть два вида нечестивцев. Мальбим объясняет, что эти два вида, лейца, расша, это тот, который, яцергора, которого мешает ему, или у него не хватает знаний, это лейца, с которым можно поспорить, объяснить и доказать, и расша – это тот, который делает бомезет. Гагро идёт по другому пути. Есть два вида расшоем, поскольку есть два вида оверот. Оверот, который делается бодибур, и оверот, который делается бомазе. Б – словом и действием. И эти, я сейчас вспомнил, была книга Пиколева на русском «Слово и дело», вероятно, взяты отсюда. И это лейц и расша. Лейц – это тот, который делает словами, расша – тот, который делает действиями. И это то, что тот, который работает дибуром, называется лейц, тот, который и обычный, мингак обычаи этого лейца, это оскорблять своего товарища, насмехаться над ним. Если ты ему дашь мусар, этому лейцу, то это станет для тебя проклятием, потому что он тут же станет тебе левазот, балийцанут, то есть он станет над тобой насмехаться вот этими насмешками, своим умением насмешек, своим языком. А человек, который Махия Хороша, человек, который даёт упрёк Ярошу, это его мум. Что такое мум? Раша – это действие. Нечестивец – это тот, который делает свой оверот в действии. Если ты будешь его упрекать, то ты возьмёшь себе, получишь за это дело мум, какой-то изъян. Имеется в виду, он тебе делать будет тра, бефоль, он тебе делать будет плохо действиями. И сказано про лейца, сказано юсар от слова мусар, а раша сказано мухиях от слова тахаха. Объясняет Гагро. Лейц, он не такой плохой, что он не будет себя левазот. Он не будет… Сейчас. Он не станет просто так насмехаться над Талмитхохом, над человеком, соблюдающим митцвод, а только в том случае, если тот будет ему давать мусар. Но если ты ему будешь давать тахахот, просто упрёки, то он это не вызовет, безайонно это не вызовет с его стороны желание над тобой насмехаться. Но раша – это тот, который делает эверот бефоль. Это более серьёзные вещи. Поэтому даже лёгкий тахахот, если вы помните, надо вернуться к этому, я в прошлый раз объяснял, уже два раза объяснял, что Гаон Мивильна считает, что разница между тахахой и мусар, это мусар – это посредством действия, то есть мусар – это мусар от Всевышнего, когда Всевышний приводит к каким-то наказаниям, каким-то мучениям, а тахаха – это вид упрёка, который говорит со словами. Немножко, не немножко, а множко не так, как идёт Мальбе. Поэтому раша, он будет реагировать даже на лёгкие упрёки, которые ты ему говоришь словами, на веках, которые ты с ним делаешь, он начинает реагировать, а лейц на упрёки, и он, поскольку он насмешник, он меньше раша, чем раша, поэтому на упрёки он никак не будет реагировать. Но если ты его будешь запугивать тем, что из-за такой-то такой авэйр у тебя будет гейном тебе, да ещё и в этой жизни ты получишь что-то и то-то, то на это он отреагирует бурно и скажет сам козёл, это в лучшем случае, а если лейц немножко поумнее, то он скажет более умную какую-то фразу. И это то, что сказано, что с векахом, когда ты митвакех, когда ты споришь с рашой, то это само по себе становится мумом, это само по себе становится изъяном, а с лейцем спор как таковой, веках как таковой упрёки не становится изъяном до тех пор, пока не доходит до мусара. По этому пути идёт Гаон Мивилна. Двинемся немножко дальше и прочитаем следующие пару предложений. В восьмом предложении Шлома Миллах говорит «Аль-Тахиах лейц пэн-Исанэха, гухех лыхахам ва-Игабэха». Начнём с товарища Мальбима. Мальбим учит это предложение, учит так. Несмотря на то, что лейц не начинает оскорблять и проклинать только тех, кто даёт ему мусар, а не тех, кто его махиах, посредством доказательств и веков и лейц готов это услышать, поскольку он не может лейтлацец, он не может насмехаться над вещью, которая для него понятна Альпи Сейхель. Лейц – это человек, который то, что он понимает мозгами, он принимает, и в этом у него нет никаких проблем. И тем не менее, он не любит и тахаху Сейхеля тоже, он не любит и векуэх, которая делается в мозге человека, это тоже ему не нравится. И это написано будет дальше, в следующем главе Мишли, что лейц не любит тахаха, не любит человека, который в его махиах, и к хахамиму, к мудрецам он не пойдёт за советом. И он будет себя убирать от мудрецов для того, чтобы они не стали его лэхохиах теми словами Сейхеля, которые он может услышать. Поэтому совет, который даётся, несмотря на то, что лейц на тахаху не реагирует так плохо, как Раша, и, соответственно, он не будет себя за это проклинать, насмехаться и так далее, тем не менее, говорит Шламамеллах, аль тахях лейц. Лейц этого не любит, поэтому не надо его лахях. Несмотря на то, что эти тахахот, они не приведут к проклятию тебя. Почему не надо этого делать? Тем не менее, Пен и Санеха, чтобы он тебя не возненавидел. После того, как он не любит тахахот, то он будет ненавидеть человека, который будет делать эти тахахот. Однако, хахама надо лахях, и эти тахахот, которые ты делаешь хахава, хахаму, мудрецу, ровно наоборот, он тебя за них полюбит, потому что он любит упрёки. И поэтому можно сказать, что народ хохма, те посланники, мудрости, о которых мы говорили, мудрецы и пророки, они не были посланы для того, чтобы пригласить вот этого человека по имени Петти, который простофилий, который не может, в принципе, он немножко леет, он не леется, это близко к леется, но это уровень до этого. Он нарушает митцвот и делает, и делает, и делает митцвот, из-за того, что ему кажется, что это не нужно делать, у него не хватает знаний, мудрости, понимания, он легко ловится в ловушке разума и эсэрхары. И хасэрлев – это человек, который, у него не хватает силы, упрямства и так далее, противостоять работе эсэрхары, и он идёт на поводу утовы, несмотря на то, что понимает, что этого делать нельзя. Их не приглашают на трапезу хохмы. Они называются также хохомим микроэй, сейчас, он говорит так, что поскольку Лейц и Петти и Раша хасэрлев, они не приглашены на трапезу к хохме, то есть, они не стали хохомим. И поэтому, на первый взгляд, именно их и надо упрекать, чтобы помочь им, а хохомим, мудрецы, которые и так находятся на высоком уровне, они знают, правильно себя ведут и так далее, им-то хоха не нужна. Тем не менее, именно их надо приглашать на трапезу, а Лейцим, Петим, то есть, Рашоим, разного вида Рашоим, их надо оставлять в стороне, даже зная, что это хоха им не поможет. Потому что, когда ты мухех, мудреца, то это идёт ему на пользу. Сейчас мы будем видеть, почему. Но кроме того, что это идёт ему на пользу, кроме этого, есть ещё один момент. Он будет любить тебя за эти тахохот. Даже если Раша, не Раша Алейц, не проклянёт тебя за них, но любви ты там не дождёшься, а дождёшься ровно наоборот, дождёшься от него понятия сины, поскольку, несмотря на то, что он не проклинает за тахохо, а только за мусар, но даже за тахохо он уже не согласен, не готов относиться к человеку с любовью. И мы видим, что эти люди, Лейцим, люди, которые находятся близко к его род, люди, у которых не хватает силы справиться со своей Асрагоровой, не хватает мудрости знать, что хочет Тора, мы видим, говорит Мальбим, и я могу добавить, что сегодня мы видим это больше, чем это видел Мальбим. Так случилось, что поколения стали хуже и, видно, стало сильнее, нам это сильно показали. Мы видим, что люди, у которых есть вот эти вот проблемы, которые мы обсуждали, даже люди, которые зачисляют себя в верующих людей, они настолько боятся, что их будут упрекать, и что им будут давать мусар, что они стараются держаться подальше от тех мест, где происходит понятие изучения Торы, и мы видим кучу народов, соблюдающих Митцвод, которые туда, где будут говорить о том, как лучше соблюдать Митцвод, и будут им указывать на их ошибки, они стараются там появляться как можно меньше. И как только начинается процесс изучения, они оказываются где-то довольно-таки далеко в другом месте, поскольку у них всегда есть дела, в лучшем случае это Порносов, в худшем, я не знаю, футбол, еще худшем, трудно сказать, что может быть, и так далее, но в любом случае эти люди устраняются от того места, где может быть Тахаха, поскольку они ее не любят. И наоборот, Талмидей Хохоми, они рвутся к Тахахе и к Мусару, и они согласны слушать эти Тахахот, готовы, и это рождает любовь к тому, кто их махеет, к тому, кто их упрекает, это рождает, наоборот, понятие, это объясняет Мальбе. Гаон Мивильно добавляет такую вещь, он идет по очень похожему пути, он говорит, аль-то хех лец, несмотря на то, что Лейц не будет тебя за это проклинать, не будет тебе левазот, не будет над тобой насмехаться, тем не менее, а только если ты дашь ему Мусар, несмотря на это, не надо его Лаахех даже словами, не только действия Мусара, это обещание, наказание, еще что-то, это само понятие Мусара, поэтому первые книги по Мусару были именно такими, где нам рассказывалось, как хорошо будет Гееноми, как приятно, кайфово, и что за каждую Аверу тебе будет и так далее. Сегодня, я так думаю, что Балай и Мусар и перестали писать книги на эту тему, поскольку они не помогают, поскольку мы находимся немножко в состоянии в лучшем случае Лейцин, и поэтому, если нам давать Мусар, то эффект в идеальном случае будет равен нулю, не в идеальном случае будет совсем плохо, поэтому современные книги по Мусару в основном это книги, я беру, например, Рафаэлья Удейслер, Севтей Хаим, Алэй Шор, вот подобные, они все по-разному написаны, но в основном это книги Тахаха, а не книги Мусара, они называются Мусаром, но в основном это Тахаха, а не Мусар, потому что эти книги строят твою Гошкову, твое мировоззрение, и через мировоззрение, через понимание пытаются тебя научить лучше относиться к ближнему, меньше грабить, воровать и так далее, больше медсвод делать, понятно, о чем идет речь, но они приходят к себе через Гошкову, через мировоззрение. Опять же, может быть, я сейчас свои медот, свои качества надеваю на эти книги, надеваю на людей, может быть, это только у меня так, потому что, к сожалению, я очень мало воспринимаю, Деврей Мусар, которые звучат в том, что тебе за это сволочь дадут гейном, правда, я их давно не слышал, может быть, если бы я сейчас услышал, я бы услышал лучше, но слова Мусара, типа того, как пишет Раф Деслер в книге Мехтав Мельяву, когда тебе объясняют, почему надо делать так и так, и создается какая-то иллюзия, какое-то впечатление, что ты понял, о чем идет речь, такой Мусар мне намного, намного более понятен, более приемлем для меня, и это не комплимент, но, тем не менее, нам говорят, что не надо даже-то хаху делать лейца, потому что Мусар лейтся, вода и не воспримет, боязнь наказания, она, к сожалению, понятна, о чем идет речь, но даже словами ему не надо леохиех, даже объяснять ему, чтобы он понял какую-то вещь, это бесполезно, чтобы он тебя не возненавидел, но хахама, наоборот, хахама надо леохиех, и он тебя полюбит, объясняет Гаон. Хахам – это человек хахам в Торе, хахам – это мудрец Торы, не имеется в виду, что он хорошо знает теорию относительности Эйнштейна, нет, имеется в виду, что он хахам в Торе, и он гефих лейтся, хахам Тора – это ровно, наоборот, понятие лейтся, и Гаон приводит доказательства того, что Тора и Лейтсанут, они не идут вместе, доказательства из трактата «Перкиавод», который, я думаю, что это Мишну, знают абсолютно все, Мишна, который говорит, два человека, которые сидели за столом и не было между ждуними слов Торы, это называется «машав лейцин», это называется «сидение насмешников». Таким образом, понятие лейц – это понятие то места, где нету Торы, то, что Тора заменила на что-то, ты заменил Тору на что-то другое, на пустое, на пустоту, на разговоре о политике и о арабо-израильском конфликте, я не знаю, что еще можно говорить во время Сауды, но вот какие-то пустые, никчемные разговоры вместо слов Торы и по молчанию, кстати, тоже, если вместо слов Торы ты сидишь и молчишь, то результат примерно тот же самый, это называется «машав лейцин», таким образом, мы видим, говорит Гаон, что Тора и лейцанут – это два антонима, Тора и насмешка – это антонимы, которые существуют. И поэтому сказано, несмотря на то, что он хахам и знает, что это Авера, хахам знает, что то, что он может сделать, это Авера, несмотря на это, да, надо его лахех, зачем? Зачем нужно лахех, хахама, когда он и так это знает? Вопрос очень понятный. Имеет смысл говорить человеку, ты знаешь, ты делаешь что-то не то, когда ты думаешь, что этого человек не знает. Но если человек знает, что это Авера, какой смысл ему об этом сообщать? Он скажет, спасибо, я знаю. Нет, это не так, потому что цадиким, хахамим, цадиким, ведут себя иначе. Они говорят, что это хаха им, как кеморода цаваок. Что это значит? Один секундочку. Это цитата. Это подобно зеркалу, хорошему зеркалу, в которое смотрится женщина, и она рассматривает себя, чтобы увидеть каждую лихлух, каждую грязинку, которая есть у нее на лице, для того, чтобы ее смотреть. Знаете, есть такие зеркала, я недавно обнаружил, моя жена тоже есть, как выяснилось, такое зеркало с некоторым увеличением. Я на себя смотрю, и мне очень страшно становится. Но женщины им пользуются, смотрят, либо они привыкли, либо им что-то другое показывают, они не так боятся. И они рассматривают себя достаточно долго, особенно, когда накладывают то, что называется эпюр, косметика, эпюр – это косметика, когда накладывают на себя различные слои косметики и так далее, краски. И когда это делается, то они рассматривают себя очень внимательно, для того, чтобы увидеть какую-то соринку, какую-то неточность, какой-то минимум, который так просто увидеть невозможно, и все эти мелочи убирают с лица для того, чтобы выглядеть красивыми и привлекательными. И вот подобно тому, как женщина рассматривает в себя зеркало, чтобы увидеть какую-то грязь, которую надо убрать, и чем лучше зеркало, тем больше она видит, тем больше она этого хочет увидеть, поскольку она хочет это убрать, посредством этого она убирает даже самые мелкие соринки, которые существуют, и из-за этого она будет более чистая, и более прозрачная, и более, ну, понятно, о чем идет речь. Также праведники, они любят, чтобы им указывали на их изъяны, на их недостатки, даже увеличивая, не даже увеличивая, а именно увеличивая их, для того, чтобы увеличивать ту авейру, которую они делают, для чего они это любят, почему они это любят. На самом деле, это маленькая авейра, но ими ее расписывают как большие, как большие страшные преступления, и они к этому относятся с любовью, любят того, кто это делает, потому что посредством этого они смогут очистить себя даже от этих маленьких авейрот, и поэтому любой человек, который увеличивает какую-то мелочь, которая у них существует, они любят его больше и больше, и это то, что сказано, что давай мусар, тахаху, хахаму, потому что это приведет его к любви к тебе. Таким образом, если коротко сказать, что здесь произошло, лейц, несмотря на то, что он не мивазе человек за тахаху, которую он делает, тем не менее, он начинает его, мягко говоря, не любить, грубо говоря, ненавидеть, хахам, цадик, когда ему делают тахаху, он начинает за нее любить человека, потому что это ему позволяет избавиться от этой проблемы, которая у него существует, и это и есть то, о чем он мечтает, поэтому он отнесется к этому с любовью, поэтому совет, который дает Шламамелых, заниматься тахахой с хахамом, а не заниматься тахахой с лейцем. Это как бы достаточно понятная, так, теоретически, вещь, хотя на нее есть некоторое количество вопросов. вопрос номер один, вопрос такой, существенный, на мой взгляд, вопрос такой, что Логолоха, Шульхонорах Пасак, что если мы говорим про митцву Даарайса, что значит митцва Даарайса, митцва, которая написана в Хумаше и объяснена в Хумаше, то Рамо Пасак Логолоха, что эту митцву мы должны человека Логохиех за нее до тех пор, пока он либо не ударит, либо не проклянет. Несмотря на то, что это может речь идти на первый взгляд, речь может идти и о Раше тоже, поскольку он нарушает митцву прямо написанную в Хумаше и говорит Рамо, что даже если я на 100% знаю, что он меня не послушает, тем не менее, если написано прямо в Хумаше, то я должен продолжать его Логолохиех до тех пор, пока он не стукнет или не проклянет. И как это соотносится, если один раз он уже сказал тебе, куда тебе идти, и что он все это знает без тебя, я выругал тебя, то ты можешь прекратить Тахаху. Мишна Брура пишет, пока оставим на секунду Мишна Бруру, и это Рамо, и поэтому не совсем понятно, как Рамо соотносится с этими Деврей Мишлей, которые мы сейчас учим, которые говорят, что лейться не надо Логолохиех, поскольку мы опасаемся, что он тебя возненавидит. В то время, как Рамо посак на Голоху, а Рамо не может спорить со Шлома Амелохом, и тем не менее, он посак на Голоху, что любого человека, который делает Тавэру Мишурэшет в Торе, на Делахех, несмотря на то, что он тебя стукнет. Местам, и когда он стукнет, в этот момент он не пылает к тебе любовью, и не во время удара правой рукой сбоку, хук справа, в это время он не планирует выполнять митцву, и не говорит, что я сейчас, в Митковене, сейчас в Вем Видду, выполнить заповедь Вагав Теларех Камоха возле ближнего своего себя, и после этого стукнуть. То есть, скорее всего, ненависть в этот момент у него есть, поэтому непонятно, как Рамо учит этот Мишли, этот посуд Мишли, это первый вопрос, который возникает. Чтобы ответить, я нигде не нашёл, то есть нигде, я не очень сильно искал, у меня негде искать особенно ответ на этот вопрос, поэтому я скажу так, как я понимаю, но это мой тируц, и, соответственно, я не даю стопроцентной гарантии, хотя мне кажется, что этот тируц правильный. Макор Рамо, источник этого Рамо, Кушья, понятно, я нормально объяснил трудность, да, Макор, источник этого Рамо, находится в Геморе Бейце и в Геморе Эркин. В двух местах идёт речь про Техаху, и там, когда говорится про Митсву Хок Тахеха Тамитеха, упрекай своего товарища, Волоси Салавхэта, тогда ты не будешь нести за него греха, то есть, в Торе прямо написано, что человек, который не выполняет Митсву Техехи, он отвечает за того, кого он мог Лехахех. Это написано в Хумаше. Теперь, Гемора Эркин говорит, что так же, как Митсва Лехохех, тогда, когда тебя услышат, так Митсва Лолехех, тогда, когда тебя не услышат. Так же, как есть Митсва, когда есть шансы, что тебя услышат, так же Митсва не говорит её, когда таких шансов нет. Это написано в Геморе. И эту Гемору очень часто цитируют, по привычке, не посмотрев, что на эту тему пишут комментарии, Раша и Тосвас. Раша пишет, что Митсва, так же Митсва промолчать, Раша пишет, Берабим, если там много людей, но Баехидус, но один на один, ты должен делать Тахаху, даже если ты знаешь, что тебя не услышат. Это обычно не цитируют, забывают эту часть Галахи. И Лихойра, так и Пасек на Галаха, Мишнабрура. Поэтому, поскольку Мишнабрура пишет, что Митсва, который Михрешет в Торе, тебе надо сказать один раз и больше не говорить, если ты знаешь, что он тебя всё равно не послушает, говорит Мишнабрура, Берабим, когда есть много людей, но когда есть мало людей, когда нет людей, то у тебя есть Митсва продолжать, и Лохир, пока он тебя не проклянёт или не пошлёт тебя на все четыре стороны. Это Берабим. Но Байехидос ты должен продолжать его Лохир до тех пор, пока он тебя не стукнет или не проклянёт. Это так Мишнабрура Пасак на Галаха. Шульянора Гараб добавляет к этому ещё одну вещь. Немножко меняет Пшат. Он говорит, что поскольку Митсва-то Хаха, на то, что написано в Торе Мифураж прямым текстом, ты должен Лохир, несмотря на то, как к тебе относится этот человек, поскольку если ты не Лохир, ты не Мохир, ты его не упрекаешь, то тем самым ты остаёшься Аревом, остаёшься с ним вместе, его Арев, как Арев по-русски, Гарант, я не знаю. Ты отвечаешь за его Аверот, как будто бы ты в них участвуешь. Наверное, не на том же уровне, на котором сам человек, но ты как бы участвуешь его Авере, поэтому ты должен продолжать Лохир, несмотря на то, что он тебя не слушает, Баехидос, до тех пор, пока он не стукнул и не проклял. А так объясняет Шульханур-Гарав, что это Мифураж, связанный с тем, что ты должен исключить себя из его Аверы, а не только постараться вернуть его на пусты истины. Это тоже надо сделать, но кроме этого надо сделать так, чтобы ты не отвечал за его Аверот. Это Галоха. Теперь попытаемся разобраться, как это Галоха, Алымайса, написанная в Мишне-Бруле и в Шульханур-Гарав, как она согласуется со словами Шламова-Мелаха, поскольку на первый взгляд, на мой взгляд, мне кажется, что на первый взгляд есть серьезное противоречие, которое говорит о том, что не надо Лохия-Хлейца, чтобы он тебя не возненавидел, а занимайся Тахахой-Хахаму, который тебя будет слушать и который будет тебя за это любить. Мне кажется, что ответ, самый простой ответ, который бросается в глаза, это Б-Рабим. Это имеется в виду, что занимайся Тахахой с Хахамом, Б-Рабим, и он тебя будет удивить. А Б-Йохит, когда ты разговариваешь один на один с Лейцем, ты должен в Лохиях, несмотря на то, что это может вызвать сину. Это первый ответ, который как бы согласуется очень хорошо с Галахой, но при этом мне кажется, что это не совсем хорошо входит в текст. Хотя вот сейчас, я думаю, может, это и входит в текст. Что мне показалось, что плохо входит в текст. Посох, который говорит, что о Мамелах, не надо Леохиях лейться, чтобы он тебя не возненавидел. Значит, это не надо делать вообще, чтобы он тебя не возненавидел. Но, может быть, имеется в виду не ненависть в сердце, а имеется в виду ненависть, чтобы он не возненавидел тебя и не проклял тебя словами. То есть, ты это должен делать до тех пор, пока это проклятие прозвучало, или пока этот удар по морде прошёл. После этого, ты этого делать не должен, чтобы не заработать ещё один раз. Может быть, это и входит в пасук, я не очень уверен. Я честно говорю, что Галаха у меня с этим пасуком состыковывается достаточно бдявит, достаточно неидеально. Я нашёл комментарий, не знаю, кому принадлежащий. Комментарий, который комментирует пируш Гаона на Мишли, который называется Мёра Гадоль. Я не знаю, кому принадлежит этот комментарий, кому-то из учеников-учеников Гаона, которые решили прокомментировать то, как Гаон объясняет Мишну. Поэтому я сейчас попытаюсь его зачитать даже, может быть, мне придётся потом пересказать, но вначале зачитаем его, чтобы я не сказал так, как мне хочется сказать, и чтобы произошло так, как он говорит. Он приводит от имени Гагро, что на самом деле было Асгарат Шлома до того, как Шлома предупредил, что Евин Махех, что Махех должен понимать, сам по себе человек, который пытается упрекать, он должен соображать, что поскольку мы говорим про Махех, который не является сумасшедшим, что его хахаха не поможет, а вызовет только лааквы, кэлос, только проклятие и так далее. Надо быть сумасшедшим, если он будет стоять и спорить с лейцем, это бесполезно, поскольку все его пути этого лейца в его глазах выглядят прямыми и правильными, и он не боится Всевышнего, и страх перед Всевышнью находится перед его глазами. Поэтому какой смысл? Не может быть, что речь идёт о том, что Шлома о мэлах говорит, что не надо такого лейца упрекать, поскольку это очевидно любому человеку, поскольку это бесполезно, и не может быть заповедь упрекать кого-то, у кого упрекать не имеет никакого смысла. Ну, да, я забыл сказать второй комментарий, что может быть, речь идёт не о том, что мифураж в Торе, поскольку Ромо Пасак, что о том, что мифураж в Торе, прямо написано в Торе, я обязан упрекать, пока меня не стукнут. а той заповеди, которая не написана в Торе, Мефураж, я этого не должен делать, то самое простое объяснение, что здесь Шломо Амеллах говорит об упрёках, не касающихся каких-то мецвод, которые объяснены в Торе. Тогда нету никакой Кушьи на Рамо. Но опять же, я не уверен в своём объяснении. Но говорит Мёра Гадоль, что Асгарад Амеллах Хахам, что Шломо Амеллах, он сделал предупреждение с очень глубокой каваной, что имеется в виду. Он нашёл написанную Гагро, но в нашем перуше Гагро этого нет. Гагро, я вам уже говорил, что существует Гагро на Мишли, только на Мишли, а есть ещё Гагро, которое приводит комментарии кусочков Мишли в разных других частях, не исключено, что там он их и нашёл. Но у нас в Гагро этого нет. Есть Гагро Ктафьят, есть Гагро Ктафьят Лондон, который в Лондонском музее в Иерусалимском. Есть три варианта Гагро на Мишли, поэтому я не знаю, где он это взял. Но Асгара Амеллаха Шломо, то есть предупреждение Шлома Амеллаха имеет очень глубокий смысл. На самом деле, даже если Мухех, тот, который хочет упрекать, он очень итлагев, он очень разгорячится таким ярким пламенем от Всевышнего очень сильно, что он видит в человеке, например, он видит Хасвишолом, что этот человек, здесь он прямо пишет, что надо понимать, не так, как я понимал. Человек нарушает Шаббат Бефаргессия, прямо нарушает Шаббат, в том числе, вероятно, в заповеди, написанной Торе, присутствии многих людей и тому подобное. Что он делает какие-то жуткие вещи и гнусные вещи, не дай Бог, против Создателя миров Итбарышму. И человек захочет его упрекать по этому поводу, то дает ему Ицушлома Амеллах, он ему дает совет, что если ты скажешь, ты что, козел, так нельзя делать, то это не пройдет. А надо говорить так, упрекай Хахама. Аль Тухех Лейц. Не надо упрекать Лейца, самого Лейца, чтобы он тебя не возненавидел. И твои вещи приведут к обратному эффекту. Они приведут к двум результатам. Оба плохие результаты. Первое. Раацма, само по себе зло, которое получится, что схар того, кто упрекает, он придет, он меньше, чем дворим-бетелем, который он скажет. То есть, даже в этом случае есть какой-то схар, но он нарушит дворим-бетелем. Честно говоря, если только в этом дело, то я бы сказал, что мы столько говорим дворим-бетелем, что этого не надо бояться. Но Мюра Гадоль пишет иначе, Агру пишет иначе. И второе, что посредством этому Лейц сделает больше плохих, неправильных поступков, рядом с тем, во время того, когда его видит упрекающий его человек, чтобы сделать ему назло. Но Тит-Хакэм умудрись сделать так, чтобы превратить Лейца в Хахама, и только после этого начни его упрекать. То есть, его надо сделать ему ту-то хаху, которая соответствует его мудрости и, может быть, им воспринято. Потому что начни таким образом, например, скажи, ты знаешь, в Кагэлите написано, Гагро сам приводит этот пример. Эйн хахам бе арет, адам бе арет, саширло хата ихте. Нету человека в мире, который не согрешит. И тогда ты превратишь его в хахама, скажешь, что да, я понимаю, что-то произошло, но вот давай подумаем и так далее. И на его уровне, который он может воспринять, ты скажешь тахаху таким образом, что он тебя полюбит за это. И Лейц превратится во время твоей тахахи в хахама. И тогда он вернется от своих путей и будет жить, как сказано в книге Хескеля. Такой комментарий из Гаона в неизвестном мне мнении приводит этот миор Гадоль. И тогда пшат становится совершенно другим. И тогда всей кушьи, которую я задаю, нету. Потому что лохех ты обязан. Единственный хидуш, что когда ты мохех, ты должен мохех тем дерихом, тем путем, который превращает Лейц в хахама. Только не подумайте, что я всегда могу дать совет и понять, как именно это надо сделать. Иногда это совершенно невозможно. С Рашой, который делает Эверот Бемезет, это почти никогда невозможно. И поэтому, как бы, у меня остается кушья из этого Рамо и Мишнебрура и Шульханору Харав, которые пишут о том, что мы все равно должны лохех, митцвод, которые написаны в Торе, мифураж написанный в Торе, и я до конца не знаю, как себя надо вести и как надо делать. Кушью я в состоянии задать, какой-то тируц я дал, либо это Буфаргетия, либо это не написанные в Торе слова, но немножко машем из всех комментариев, которые я вижу, что они этого не затрагивают. Я видел, что Эту Кушью из этого пасука, кроме меня, задает много современных комментариев, которые задают этот вопрос. Остается бы царь и юн. Видел несколько ответов на вопрос, но они не входят ни в Гаона, ни в Мальбима, поэтому я даже не стал как бы сейчас в это входить, поскольку... В общем, вопрос здесь больше, чем ответ. Но поскольку мы знаем, что Дерих Лимо Тора – это Дерих Кушья в Тируц, и мы видим, что Игемора в трактате «Эркин» говорит о том, что баяхидус ты не должен упрекать, если тебя не баяхидус, бэраби, в присутствии людей ты не должен упрекать, поскольку это не приведет ни к чему, если ты знаешь, что тебя не услышат, то митсву промолчать, но один на один ты должен продолжать упрекать, и Хаяф это делать, и также Невсаквы Галоха, кроме... То есть, все это только о тех митсвот, которые мифурашим в Торе. На самом деле, таких митсвот не так много, которые прямо написаны в Торе. Митсвот, который Даршат Хахамим, несмотря на то, что это митсвот Дарайса. Мы не обязаны упрекать, даже баяхидус, если мы знаем, что нас не услышат. И есть шельхонорох, который об этом говорит, про разные митсвот. Например, есть мнение, это правда Дарабона, но тем не менее, есть мнение в шельхонорохе, бэпашис это пшат шельхонороха, что когда в шаббат мы поем Змирот шаббат или что-то, мы не можем вот таким вот образом, как я показываю, отбивать по столу или хлопать в ладоши обычным путем, и отбивать такт во время пения, потому что это подобные игренно-музыкальных инструментов, которые Рабоны запретили. Но люди, небные тара, которые это делают, написано в Рамо, что не надо их упрекать, не надо их лэгохиах, мутаф льет шоггигм и льет мэзид. Лучше пусть они будут шоггигм, чем мэзидим. Речь не идет сейчас о нечестивцах, о лейцах и так далее. Речь идет о людях, может быть, это тоже лейцы, которые не талмидейххамим и не в состоянии понять, что это написано в шельхонорохе, что есть на эту тему гемора. Им покажется очень странным эта идея, и идея действительно несколько странная. Идея, которая состоит в том, что нам запретили игру на музыкальных инструментах из-за опасения того, что инструмент сломается в шаббат, и я его починю внутри шаббата, из-за этого мне запретили играть на музыкальных инструментах, из-за того, что, может быть, я починю инструмент. Из-за того, что мне запретили играть на музыкальных инструментах, мне запретили внутри этой экзере отбивать такт обычным способом, хлопая в ладоши или хлопая кулаком по столу, Из опасения того, что мне надо будет настроить скрипку, починить скрипку или что-то кинор, я не знаю, что это такое, арфу, скрипку, гитару, какой-то струнный инструмент, я начну его чинить и тем самым нарушу шаббат до райса. Поскольку некоторым людям это может показаться странным, такая экзера, объяснение этих экзерот существует и понятно и так далее, и все, что Газру Хохоми мы должны выполнять. Но тем не менее, поскольку не все могут это послушать, человек, который только хлопает в ладоши и отбивает такт во время пения, написано в Мишне Бруле, что мы не должны его легохех, если мы видим, что он не примет этой тахахи. Здесь написано прямо, что мы не должны это сделать. Почему? Мутаф льет шоггегем, вало льет мезидем. Лучше пусть он будет шагек, а не будет мезид. Это не идёт ни о Роше, ни о Лейце. Речь идёт скорее об Амгарце, который не знает Галаху и не понимает её. Но когда речь идёт о Лейце, то здесь написано, на первый взгляд написано прямо в тексте, что мы не должны его упрекать, поскольку это вызовет ненависть. И либо здесь речь идёт о том, что упрекать Брабим мы не должны, або Йохит должны, несмотря на это. Либо речь идёт о том, что мы не должны его упрекать, а пройти о Верот, которые не прямо написаны в Торе, но о Верот, который мифурашим бы Тора, которые прямо написаны в Торе. Мы всё равно должны упрекать из-за Дин Арвус, который есть по Шульхонору, Гораб за них. Даже в этом случае я должен это делать. И комментарии, которые нашли в комментариях Гаона, не на Мишле, а где-то в другом месте, Гаон говорит о том, что я должен его упрекать таким образом, который поставит его из положения Лейца в положение Хохама, перевести его на другой уровень. Лиит Хакем умудрится упрекать таким образом, когда это возможно сделает возможность ему услышать Торето Хоху. Но упрекать его другим способом я не должен, и это никак не поможет, и поэтому это делать не надо. Есть три пути объяснения этого противоречия, которые я вам предлагаю. На ваше усмотрение, может быть, есть ещё какие-то, но я их уже не видел. И теперь перейдём к следующему пасуку. Пойдём, вначале начнём с... Нет, с Мальбима. Мальбима – это какое предложение? Предложение номер девять, да? Да, девятое предложение. Мальбим говорит так. Дай Хохамы, и он помудрее станет ещё мудрее. Говорит Мальбим, что после того, как Хохма, поскольку Хохма, она очень рахова, она очень широка, и нету предела её митцвод, то также Хохам, он будет постоянно принимать законы Хохмы и будет добавлять в свои Хохмы постоянно. Это дай Хохамы, и он будет прибавлять в свои Хохмы. Это простое объяснение. Сообщи Цадику, сделай Гадоу сообщение Цадику, и он добавит Леках, он выучит отсюда дополнение. Есть разница между Цадиком и Хохамом, говорит Мальбим. Мы это видим в пасуке, что дай Хохаму в их Кеме, дай Цадику, и он возьмёт Леках. В чём разница между Цадиком и Хохамом? Хохам – это тот, который принял все законы мудрости Бекабола по традиции. Цадик – это человек, который… он учится, безусловно, но он правильно себя ведёт, Бециткус, правильно себя ведёт, даже если он не знает всех законов мудрости, так, как знает Хохам. И он, Рагиль Беху Кейха, откуда он тогда знает, как надо себя вести, он приучил себя к правильному поведению, к законам Торы посредством ров Шимуша, посредством многого Шимуша. Как Шимуш перевести на русский язык, Шимуш Толмидей Хохам, трудно перевести на русский язык, посредством многого общения с мудрецами и наблюдения за тем, как надо вести себя, а не альпи лимут, а не через лимут. И это то, что написано. Гдала Шимуш шель Торы термила лимида. Больше обслуга Торы, она более важна, чем обслуживание Толмидей Хохам, мудрецов Торы. Она более важна, чем изучение Торы. И этому человеку нужно сообщить законы мудрости, потому что он не учил все законы от тех, ну, так, как принято учить. Поэтому ему сказано «годалы цадик», сообщи ему, дай ему «годау», сообщение, что «года» – это «давар шилоя даадайн». Это те вещи, которые он еще не знал, и он добавит себе лекаха, он будет брать и принимать альпиши ингик квар. Как он уже принято это делать, он все время это делает, и он будет накапливать эти законы Торы внутри себя, законы мудрости, и прибавит себе гергель, привычки и правильный Шимуш, и будет расти в изучениях Торы. Это так Мальбин объясняет этот посуд. Таким образом, Мальбин делает деление на цадика и хохама. Цадик – человек, который делает праведные и правильные вещи. На основании Шимуша, на основании того, как он наблюдает за правильными людьми, общается с правильными людьми, ведет себя правильно, но ему не хватает знаний, не хватает мудрости, поэтому ему надо сообщить, и это даст ему новое приобретение, и он поднимется еще на более высокий уровень. Хохам – это человек, который учит Тору, и ему надо добавить этой Торы, поскольку дай ему хохаму, и он увеличит мудрость Торы, потому что мудрость Торы неисчерпаемая бесконечно, она рахова киям, она широка, как море, поэтому, когда ему дается какая-то крупица новых знаний, то это помогает ему, он составляет, составляет, и в результате его хохма растет. Это объяснение Мальбин. Гаон Мивильна говорит так. Когда Рашаим, так же, как Рашаим два вида, это Дибур и Маосе, слово и дело, некоторые, правда, объединяют, у них слово с делом не расходится. Также Цадиким, есть два вида Цадиким, Дибур и Маосе. Опять же, Цадиким тоже есть те, которые объединяют Дибур и Маосе, это Талмитхохам, который одновременно праведник, но сейчас мы разделяем эти два вида для того, чтобы понять, какому человеку, что более нужно в качестве Тахахи, в качестве Маосара. Хахам-Ва Цадик. Хахам – это, наоборот, Лейцу, то есть, как Лейца – это Аверот, Ба Дибур, так Хахам – это Митсвот, Ба Дибур. Понятно, что это Дибур Тойра, и мы уже об этом говорили, что то место, где два человека сидят и кушают, и не говорят слов Тора – это Машаф Лейцим. Поэтому там, где говорят слова Тора – это Хохма, это ровно обратное явление. Секундочку. А Цадик – это, наоборот, понятие Раша. Раша – это делает поступки, по Гагро, по Мальбиму Раша – это тот, который не может справиться со своей Эцергора и делает Бемезит, зная, что это нельзя делать. А по Гагро – Раша – это тот, который делает не только говорит всякие нехорошие вещи, но и делает. И Цадик – это тот, который делает, наоборот, позитивные вещи. Это антоним Раши. И мы уже сказали, что у Лейца есть две вещи. Дибур и Маце. Лейца, к которому относятся две вещи. Дибур и Маце – это Юсар в Тахаха. К ним относятся, к нечестивцам относятся две вещи – Мусар и Тахаха. Тахаха – Викуах и Хохма, который передаётся сверху, или Мусар, то, что передаётся сверху вниз, и Тахаха – это разумные доказательства, как объясняет Гагро. Также здесь мы говорим про Хохама, что есть две вещи. Хохам бывает Дибур и Маце, как мы говорили про Раша, что его надо Леахия, Бе Дибур. Также мы говорим про Цадика, что ему надо сообщить тоже посредством Дибура. И это сказано, а то, что сказано «Тен Ле Хохам, дай Хохаму», то есть Цадику надо сообщить, сказать, Хохаму надо дать Цадику. Понятно, что Ле Годия – слово на иврите, это слово Гадаа – сообщение, это в устной форме, а Латет – это Маасе, дай Цадику. Это Маасе. И всё это надо дать через сторону. В Ктафиат рукописи, он немножечко здесь добавляет и говорит, что означает «Тен Ле Хохам ва их кемот», имеется в виду, сейчас речь идёт про Маасе, чтобы он учил Тору у Хохама. И это натинат Торы, это передавание Торы. И то, и другое Бе Дибур. И тогда он их кемот, и он ещё больше похохамится. А Цадику надо сделать Гадаа, имеется в виду, что Маасегу авара Тора киктова, может быть, это кто-то объясняет, что может быть, Маасе действие, это имеет в виду передача Торы так, как она написана. А Дибургу – это Дибур – речь, это передача комментариев на Тора с Галахой и так далее. И то, и другое, и Дибур, и Маасе. Речь идёт про Тору, и Цадику и Хохаму говорит Агро, надо Тахаху передавать Дерих Тора через передачу Тору. Но передача двух видов. Один вид передачи натина – это Тора Шебехтав, и другой мусар – это Маасе, а другой Дибур – это объяснение комментариев этой передачи Тора Шебальпе. Оно идёт посредством Дибура. Годалы Цадик, сообщи Цадику. Цадик – это Бааль Маасим Таём, человек, который делает хорошие действия. Поэтому сказано, что ему надо лагодия митсвот. Ему надо сообщать, что надо делать, что не надо делать. Не сложные объяснения, не комментарии к Тору. А Цадик – это человек действия, ему надо сообщить. Ты знаешь, есть ещё такая митсвот, завтра ты можешь сделать то-то, завтра тебе нельзя того-то, сейчас вот это не надо, это сделай. Короткими рубленными фразами для того, чтобы сообщить, какую митсву надо делать, и какую авейру делать не надо. И такой человек, он есиф лэхев, ему добавится лэхах, он примет это как новый урожай, добавит себе. Имеется в виду, он возьмёт себе ещё митсвот, как мы только что сказали. Лэхах – это митсвот, о которых сказано хахамлевхи, как митсвот. Что мудрец сердцем, он берёт себе митсвот. И говорит Гагро Курсивам, то есть Альпикабола, что это сот тайны, понимание того, что такое цда, тофыра, дерево познания добра и зла. И добро и зло, каждый из них, находится на трёх уровнях. Есть три ступени. Кошер, тагор, мутар – это добро. Посоль, тамэ, асур – это зло. То есть, кошерно, чисто и разрешено – это три уровня добра, дерево познания добра и три уровня познания зла – это посоль. Посоль – это наоборот кошеру. Есть твилин, которые кошерные для надевания и посольные для надевания, неразрешённые для надевания. Тамэ – это нечисто. И асур – это запрещено не просто посоль. Посоль, если я надеваю посольные твилины, я не выполнил митсвот. Но асур – это если делаю авейру, какое-то преступление. И это три уровня, которые есть в дереве познания добра и зла. Три добра, три зла. И это шесть концов куба, состоящие из мишны, шесть кцавод, которые есть, вавкцавод, которые существуют. Шесть направлений – северевых, запад, восток, вверх, вниз. Это шесть направлений, три митсвы, три авейры. И это то, что сказано здесь. Маосе, гадабы, дибур. Тен – это маосе. Дай – это действие. Гада – это речь. У митсват, юсофлеках – это митсвот. Таким образом, есть три вещи. Это действие, это разговор, и это митсвот, которые тоже делятся асе и лото асе. Это три уровня плюсов и три уровня минусов, которые есть в Торе. Таким образом, Гаон идёт немножко по иному пути, чем Марбин, и объясняет, что хахам и цадик – это человек действия, человек учёбы, человек – это шимуша, и человек – антоним, понятие лейца, авирот дибура. И хахам – это тот, который бы дибур делает митсвот, и цадик – это тот, который делает митсвот бамаосе. И к ним нужен чуть-чуть разный подход для того, чтобы их упрекать. Но именно их и нужно упрекать для того, чтобы они улучшились и поднялись на более высокий уровень и по Мальбиму, и по Гаону. И именно к ним отправлены хохма, отправляют своих народ, своих посланниц, своих пророков, своих мудрецов для того, чтобы увеличить их мудрость. Поскольку в общем и целом, после всего, что мы сказали, Шлома Амела хочет нам сказать такую вещь, что человек, который отказывается принять тахаху, У нас, может быть, и есть митсва делать эту тахаху, но мы знаем, что эта митсва ничем хорошим не кончится. Эйлоим, когда мы поднимем его на уровень хохама, мы должны это сделать, чтобы, поскольку у нас есть круговая порока, ответственность, но в принципе это приведёт только к сине, к ненависти, что наоборот, с хохамами, садиком, любой упрёк, он за это тебя будет больше любить, и это прибавит ему тору, прибавит ему мусара, прибавит ему знаний, прибавит ему митсвот. И поэтому он во всех трёх направлениях Тов прибавит к себе, в тот момент, когда Раша и Лейц во всех направлениях Ра обратит их против тебя. Поэтому обращение Торы идёт к людям, которые в состоянии её услышать, а не наоборот, и это, в общем, тема сегодняшнего урока, который сказан. Я объяснил, каким образом мы решаем противоречия тремя способами между Рамо и этим посуком Мишли. На этом сегодня я заканчиваю урок. Всего доброго, до новых встреч в эфире на 67-м уроке.